Есть такое правило, когда женщина планирует беременность, а в большинстве случаев наши женщины сейчас осознанно относятся к беременности и, как это такое слово, может быть, не совсем правильно к беременности, да, мы планируем беременность. Я всегда говорю так, что дети должны рождаться в любви. Если вы чересчур планируете, у вас может не получиться. Приятно, что очень многие пары, очень многие молодые женщины предварительно приходят и сдают анализы, выясняют, есть ли у них какие-то проблемы, есть ли какие-то генетические проблемы. И известно, что во время беременности иммунитет меняется. Если у пациенток наших какой-то есть хронический очаг инфекции в организме, то очень часто во время беременности он может обостриться. Ведь если посмотреть с точки зрения иммунной системы, женщина получает, у нее 23 хромосомы свои у ребенка и 23 хромосомы папины. Почему получается так, что 23 хромосомы папины не отторгаются? Потому что идет перестройка иммунитета, иммунитет ослаблен. Все протекает по-другому. Даже банальный аппендицит протекает в более стертой форме. И поэтому всегда и хирурги, и гинекологи боятся что-то пропустить у беременной женщины. Тем более острые респираторные заболевания. Вообще считается так, что если пациентка на раннем сроке заболевает каким-то острым респираторным заболеванием с повышением температуры свыше 38 градусов, то эта беременность очень часто заканчивается неблагоприятно. Если это не самопроизвольный выкидыш, не кровотечение, то очень часто эта беременность замирает. Поэтому даже если мы не будем рассматривать эпидемию коронавируса, то в любом случае пациентки в осеннее, такой весенний период, в период обострения гриппа, ОРЗ, лучше в общественных местах вот прям вот так не появляться. Лучше одевать маску, если видишь, что люди чихают, кашляют. Ну надо себя беречь, потому что отвечает пациентку уже не только за свое здоровье, она отвечает за две жизни. И ко второй жизни нужно относиться очень внимательно. Конечно, когда два человека близких противоположного пола находятся в замкнутом пространстве, естественно, у них возникают желания сексуальные. Вот. И возможно, возможно, что возникнет какой-то бэби-бум, но я бы не рекомендовал бы беременеть в период эпидемии. Это еще связано с экономическими моментами, да, то есть сейчас нужно нам пережить эпидемию и потом нужно будет пережить экономические последствия этой эпидемии. Вот. Они могут быть достаточно плачевны, то есть это воздействие на малый и средний бизнес. Вот. У кого-то кредиты, у кого-то еще какие-то. Это, в общем-то, стрессовая ситуация. Я как доктор, я как доктор, наверное, я бы все-таки рекомендовал бы нашим парам бы хорошо предохраняться. Наши уважаемые беременные женщины ходят в женские консультации, проверяются и так далее. Если нет острой необходимости, да, то есть если нет подозрения, допустим, на неразвивающейся беременности, если нет кровенистых выделений, если нет каких-то болей, наверное, лучше воздержаться, воздержаться от посещения поликлиник и вообще выхода на улицу. Конечно же, нужно ходить в масках. Маски нужно менять. Потому что наши обычные маски, они, конечно же, не спасут. Кто-то говорит, что их нужно одевать в том случае, если вы больны, чтобы не разбрызгивать свои выделения. Кто-то говорит, что они спасают. Ну, понятно, что обычную маску нужно менять где-то каждые два часа. Я думаю, что вряд ли кто-то это делает. Далее. Существует большое количество дезинфицирующих средств. Наверное, лучше руки обрабатывать. Если вы идете куда-то, оденьте перчатки. Воспользуйтесь соцсетями, воспользуйтесь скайпом, какими-то другими средствами. Пообщайтесь там со своими близкими. Вот. Никто не рекомендует вам запереться в комнате и ни с кем не общаться. Сейчас такое время даже для беременных женщин интересное, когда можно почитать какую-то дополнительную литературу. Конечно, я могу рекомендовать свою книжку «Доказательная гинекология». Вот. Эта книжка направлена, она правда направлена как раз на то, чтобы беременность наступила. Вот. Но там очень много интересных советов по тем моментам, как вообще женщине существовать. Существовать, чтобы не болеть. Основная цель рассказать нашим уважаемым женщинам и вообще парам, как преодолеть бесплодие. Вот. Но советов очень много и по гинекологии, и по опухолевым заболеваниям. Что это такое, как с ними бороться, пить препараты, не пить препараты. Вообще по образу жизни. Многие люди пишут, говорят, что книга интересная. Книга написана именно для читателей. Она не научная, она научно-популярная. Очень интересные рекомендации. По-моему, Елена, Елена Березовская такая есть, доктор-гинеколог. По-моему, она практикует в Канаде. Вот. У нее тоже очень интересные книги по нашей специальности именно для пациентов. Вот. Я читал ее книги по как раз гинекологическим заболеваниям. Вот. Мне понравилось, как она пишет. То есть без лишней воды. С точки зрения доказательной медицины все объясняет. Вот. Поэтому вот, наверное, эти две книги я бы порекомендовал почитать. Опыт, который мы имеем, считайте, это опыт нескольких месяцев. Он накапливается. Достаточно отрицательным моментом является то, что если, допустим, от вируса гриппа мы можем сделать прививку, да, то от коронавируса настоящий момент. Одна из основных проблем, почему такое количество пациентов, почему мы беспокоимся, то, что нет вакцина-профилактики. Нет вакцины. Все страны мира, передовые и не очень, готовятся к тому, чтобы такую вакцину произвести. И Соединенные Штаты Америки, европейские страны, Россия и Китай, которые, можно сказать, что почти, почти победил данную проблему. К сожалению, информации сейчас очень мало. Как влияет коронавирус на беременность? Наверное, мы сможем на это ответить, может быть, через год, два, три. Вот. Когда будут проанализированы все данные, там, европейские, китайские, американские. Наше государство, на мой взгляд, предпринимает очень много усилий для того, чтобы избежать больших потерь. Вот. На моей памяти и на памяти многих людей не было такого, чтобы закрывались, как бы, города, да. Больницы переоборудовались в инфекционные центры. Наши будни сейчас достаточно сложные, потому что количество пациентов увеличивается. Мы проводим экстренные и плановые операции. Вот. И, в общем-то, работаем с достаточно большим напряжением. Некоторые пациенты не могут попасть на госпитализацию, соответственно, они обращаются к нам. Вот. Поэтому мы работаем, работаем много, соблюдая правила повышенной безопасности. То есть, операции мы проводим в специальных, как бы, масках, скафандрах, моем руки. Ну, собственно, мы соблюдаем все правила. Если нужен какой-то профилактический осмотр, то, наверное, лучше от него воздержаться. Приходить нужно, если есть какая-то серьезная проблема. Болевой синдром, там, кровотечение. Вот. Не нужно просто прийти и сказать, мне нужно просто посмотреться, как говорят наши женщины. Воздержитесь от этого. Не появляйтесь на улице, не рискуйте. Вот. Потому что цена этой предгравидарной подготовки может быть достаточно высокая.